Меня зовут Идрак Аббасов. Я родился в Азербайджане в 1976 году. С 2015 года я живу в Норвегии. В данный момент я живу в городе Бе, Норвегия. Когда я был маленьким, как многие советские дети, у меня тоже был мечтат стать космонавтом. Но я не стал космонавтом. Когда мне было 14-15 лет, я поступил в движение Азербайджанского народного фронта. И мы протестовали против Советского Союза. В 1991 году мы получили свою независимость как страна и демократию. Но жаль, что Россия не хотела потерять свой контроль в Кавказе и в других подсоветских странах. И по поводу этого в многих подсоветских странах начинались многие конфликты, а также и в Азербайджане. В Азербайджане начался конфликт Нагорного-Карабахской войны. И нам понятно, что Советский Союз был как одна машина. Когда развалился Советский Союз, было очень трудно жить. Не был хлеб, не была работа, безработица, много конфликтов. И в это время пришел бывший генерал КГБ Гейдар Алиев как один ангел. И он взял власть. Когда я учился в университете, я работал как распространителем печатных изданий, газет, журналов и так далее. И одновременно я начинал сотрудничество с многими газетами. Постоянно как журналист я начинал работать с 1998 года. Я работал в многих газетах, телевидении, радио, а потом еще появился интернет. Но в Азербайджане для журналистов и для активистов всегда было трудно. Но особые трудности поступились после Гейдар Алиева. Когда сын Ильхам Алиев взял за властью, он начинал тушить всех активистов, прессу, политическую партию. Как активный журналист я всегда был в центре событий. Много раз меня похитили, арестовывали, задержали, избивали, камеру сломали. Много чего случилось, и никто не был, чтобы защищал журналистов. И тогда я с друзьями создавал Институт права и защиты журналистов, АРФС. И мы начинали активно защищать журналистов, не только журналистов, но и блогеров, и других активистов. У нас было свое правозащитное телевидение, мы делали много отчетов. Как журналист и правозащитник я продолжал работать в Азербайджане до августа 2014 года. Могу сказать, что в это время я получил много международных приза, как Index on Censorship, как Free Speech Prize в Америке, еще Мартин Адлер Prize, многие другие призы за мою работу. Но в августе наша организация, правозащитная организация, была закрыта. Против нас было возбуждено уголовное дело по многим статьям, измену Родины, уклонение налогов, незаконное предпринимательство и так далее. И у нас не было другого выбора. Когда директор нашего института имени Гусейнов спрятался в одном посольстве, и мне повезло, что с помощью друзьями я добрался до Грузии. Я жил там несколько дней, а потом, благодаря друзьям в Чернигове, я с моим семьей, мы были приглашены в Чернигов. Наверное, вы смотрите на это видео в доме в Чернигове, но когда мы пришли сюда, этот дом еще не был достроен. Но здесь были люди, как Руслана и Сергей Бурова. Они нас взяли к себе домой, и мы жили у них дома. Мы жили там месяц с половиной, потом мы жили три месяца в Вильнюсе, потом через проекта Icon Free Be For Factor, свободный город для писателей, я пришел в Норвегию. Сейчас я живу в Норвегии, работаю в норвежском общественном телевидении. Я сейчас снимаю этот фильм тоже в моем конторе, в моем офисе. Субтитры сделал DimaTorzok